Режиссер Нина Чусова называет свой спектакль дискотекой. Говорит, зрители во время просмотра смогут танцевать и подпевать актерам. При этом каждый в героях узнает себя и своих близких. Во время самоизоляции всем не хватало живого общения, поэтому режиссер решила всех развеселить и поставила комедию. Говорит, это как витамин для души, поднимает настроение. После режима самоизоляции режиссер чувствует творческий подъем. Это уже третья премьера Нины Чусовой. Ну и такое счастье вообще репетировать веселую комедию. Это просто сам как будто бы очищаешься на этом материале. Это вообще какой-то невероятный творческий подъем, скажем так, после всего. Поэтому рассказать мне есть о чем и в том числе об этой готовящейся премьере. Потому что она тоже будет необычная, но мне кажется даже какая-то для Островского даже необыкновенная. И если зрители будут танцевать, подпевать, я буду рада. В Самаре режиссер Нина Чусова широко известна в том числе как актриса театра драмы имени Максима Горького и как постановщик музыкального спектакля «Опять цветет акация» в Самарте. Она ставила спектакли из Сатирикония, театра имени Пушкина и в МХТ имени Чехова и многих других. На творческой встрече студенты с неподдельным интересом ловили каждое слово известного режиссера. Она рассказывает о закулисье театра, откуда черпает идеи, как выбирает произведение, которое хочет поставить. И, конечно, о своей новой премьере «Женитьба Бальзаминова». Мы изучили творчество данного режиссера. Нам очень интересно, чтобы она ответила на вопросы, которые не оговорены в интернете. Нам очень интересно это задать. И интересно узнать, почему она выбрала именно эту пьесу для постановки Островского. Почему она выбрала ее именно на данный момент, а не раньше. Какие темы затрагивают ее в этой пьесе. Интересно узнать ее какие-то идеи, откуда она их берет, как она их воплощает, чем именно она подкупает, если можно так выразиться, зрителя. И я именно действительно для себя из данной встречи хочу выявить, может быть, и, допустим, запомнить какие-то моменты для своей будущей профессии, возможно. Потому что пока на данном этапе мы только пробуем себя, развиваемся, для себя что-то узнаем. В год 90-летия Самарского тюза в новом пространстве театра самартовцы открыли проект «Театральная среда», чтобы быть ближе к зрителям и дать им возможность пообщаться на творческих встречах с любимыми режиссерами, актерами в неформальной обстановке. Работа по общению со зрителями, она подразумевает приобщение зрителей. Эта работа, она всегда была, есть и будет, потому что она очень важна. Это одна из форм такой работы, просто на новом уровне. И мы сами ее заинтригованы, мы сами с интересом, большим азартом за нее взялись. Тем более, что в контексте наших юбилейных мероприятий, 90-летию театра, это как нельзя более своевременно и уместно. В театре «Самарт» проект «Театральная среда» будет проходить раз в месяц. На следующей встрече желающие смогут пообщаться с заслуженным артистом России, народным артистом Самарской области Юрием Долгих. Для этого нужно записаться на встречу в социальных сетях «Самарта» под афишей. Количество мест ограничено из-за текущей эпидемиологической ситуации. Елена Малютина, Константин Головин. События.